Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Валентина Викторовна Переверзева, заместитель главы по туризму, культуре и парковой деятельности администрации Одинцовского городского округа. Здравствуйте, Валентина Викторовна! Здравствуйте! И Дмитрий Александрович Седов, научный руководитель Звенигородского музея. Здравствуйте! Здравствуйте! А пригласили мы вас не случайно, потому что уже в конце февраля в Звенигородском музее пройдут 15-е юбилейные савинские чтения. Давайте сегодня об этом поговорим. В каком формате, как будет это мероприятие проходить в этом году? Маша, мне, во-первых, хотелось поблагодарить вас за то, что вы нас пригласили сегодня в студию, чтобы мы могли всем жителям нашего Одинцовского городского округа рассказать о нашем мероприятии. У нас в этом году 15-е савинские чтения. изменен был формат. Значит, в этом году мы немножко подошли, наверное, более глубоко и более так фундаментально к этому мероприятию, потому что савинские чтения 15-е должны были состояться в ноябре 2020 года, но из-за пандемии мы не провели это мероприятие и перенесли его на февраль, на 26 февраля 2021 года. Мероприятие это должно было быть посвящено столетию музея, потому что в прошлом году наш Звенигородский историко-архитектурно-художественный музей праздновал свое столетие. Это савиновские чтения вообще существуют с 2006 года, и каждый год на своей площадке Звенигородский музей собирал и архитекторов, и научных сотрудников, и историков, и общественников, которые, в общем-то, рассказывали, была задана, задавалась определенная тема, и, в общем-то, все научные труды, исследования, которые были по той или иной тематике, на этой конференции озвучивались, и потом издавались сборники. Всего было издано 4 сборника. Поэтому, следуя традициям, мы в этом году пошли по другому пути. Мы организовали, у нас есть оргкомитет. Оргкомитет у нас возглавил в этом году наместник Савина-Строжевского монастыря, Архимандрит Павел. Значит, в состав вошли и администрация, и сотрудники музея. И в этом году у нас появился спонсор этого мероприятия, Мособлгаз наш. Поэтому мы подошли более так, со всех сторон, ну, фундаментально. Вот. Поэтому считаем, что тема должна получить более широкий такой спектр, так как проблемы затронуты в перечне докладов, которые будут озвучены на этой конференции. Поэтому, в общем-то, количество участников было расширено. Будут в этом году у нас и школьники принимать участие с своими педагогами. Они будут представлять свои работы и проекты по краеведению, по Звенигородской земле. Потому что тема этих савиновских чтений – это исторический ландшафт из Звенигорода. Тема, конечно, заявлена с научной точки зрения очень интересная, такая фундаментальная. Вот. Потому что говорить об истории края нашего мы можем бесконечно. Ну, и, в общем-то, рассказывать не только о археологических каких-то вещах, но и, в общем-то, о тех людях, которые проживали на территории. В этом году у нас 25-26 где-то докладов будет представлено на научной конференции. Вот. Но по итогам, вот, надеюсь, мы тоже издадим сборник. В онлайн-режиме каждый житель Одинцовского района может быть увидеть это мероприятие. В общем-то, как подключиться к онлайн-программе, можно будет ознакомиться на сайте из Звенигородского музея, на сайте администрации. Поэтому, в общем-то, приглашаем всех на участие к этому мероприятию. И посетить это интересное мероприятие, пусть и в онлайн-формате. Конечно, конечно. Дмитрий Александрович, вот в чем научная ценность этих чтений? Чтения основаны были в 2000 году, в год, когда началось празднование торжественное, 600-летие со дня представления преподобного Савва Старожеского. Это такой, наверное, самый яркий святой Звенигородского края, Звенигородской Одинцовской земли. На протяжении 600 лет с ним связаны и истории с царствующим домом российским, и с ним связаны наиболее яркие памятники архитектуры и духовности нашего региона. Именно поэтому сайенское чтение в тот юбилейный год было принято назвать именно так, в честь Савва Старожеского. Поскольку они проходят, собственно говоря, в монастыре Савва Старожеского, в Звенигородский музей тоже там находится, и он находится там уже около 100 лет, с 22-го года. И Савва Старожеский является покровителем как духовным всех живущих на нашей территории, так и культурным. Потому что духовность и культура, они неразрывно связаны между собой. И, собственно говоря, вот это его покровительство, наверное, защищает нас, что чтения продолжаются, никак не притекаются. Правда, в 2020 году они не состоялись, ввиду известных всем событий, но зато они были перенесены в февраль месяц, декабря, как обычно они отмечались. И они раскрылись в более ярком формате. И это участие администрации, и очень активная заинтересованность монастыря нашего Савва Старожеского во главе с сарместником Архивитом Павлом, который предоставил новую великолепную площадку. Это будет патриаршее трапезное, большое помещение, яркое, красивое, торжественное. И будем надеяться, что мы, выйдя из маленьких помещений Венегородского музея, а у Венегородского музея все выставочные помещения очень маленькие, мы пока ждем только окончания реставрации здания Манежа в центре города Звенигорода. И в последующем, возможно, Саввинские чтения будут проходить и там. Хотя нам, конечно, не хотелось бы уходить с территории Саввинского монастыря. И, пользуясь гостеприимством наместника, думаем, что мы и там тоже будем оставаться. Потому что Саввинские чтения, Саввинский монастырь – это очень яркая история, яркая картина. И оставлять ее никак не стоит. Если говорить об участниках чтений, кто это? – Участники – это прежде всего историки, архитекторы, археологи, искусствоведы, реставраторы. То есть все люди, которые занимаются исследованием чего-либо это ни было исторического на территории Звенигородской земли. И они приносят свои исследования на Саввинские чтения и докладывают все самое новое. То есть Саввинские чтения – это такая площадка, которая представляет нам информацию о том, что за последний год или годы произведено исследование нового. Конечно же, мы собираем исследователей, которые изучают более древние какие-то темы. Но прежде всего нам интересно что-то новое. Допустим, отреставрировали какую-то фреску. И вот реставратор нам рассказывает об этом. В прошлом году проходили раскопки на Звенигородском Кремле. На территории строящегося дома частного были проведены серьезные археологические раскопки, которые выявили остатки первоначального ограждения этого Кремля. И вот археолог расскажет нам как раз о том, что он нашел. Там очень интересные есть исследования, и они до сих пор не явлены ни научной, ни такой популярной общественности. Почему была выбрана тема «Исторические ландшафты Звенигорода»? Мы понимаем, что в Звенигороде имеются самые ценные памятники Подмосковья, древнейшие соборы XIV-XV веков, которых нет ни Москвы, ни Московской области, двух таких древних и целостно сохранившихся. И эти соборы существуют и ценны именно тем, что они существуют в природно-исторической среде. Они существуют в рамках находящихся рядом ландшафтов, долин, рек, каких-то пригорков, лесов. Поэтому мы должны об этом заявить и должны рассказать о том, что важно сохранить ландшафты. Это ценность Подмосковья, ценность нашего региона. И без этих ландшафтов памятники увянут и потеряют значительные в своей цене ценности. Валентина Викторовна, ведется работа, и это лето показало, насколько действительно привлекательна Звенигородская и Одинцовская земля, насколько интересны проложены уже и опробованы туристические маршруты. То есть действительно администрация заинтересована в развитии этой территории и сохранении исторической ценности. Конечно же, все красоты, где писал Левитан, сложно представить, что с ними что-либо может быть другое, нежели в том виде, в котором она находится сейчас. Маша, я с вами полностью согласна. Я хотела еще акцент сделать на том, что сказал Дмитрий Александрович и в подтверждении нашего диалога. То есть эта конференция, о которой мы говорим, она затронет все спектры в это самое. Это не только историческое составляющее. Я просто даже некоторые подготовила темы докладов, чтобы дать такой развернутый ответ, какие темы будут затронуты на этой конференции. Например, иноческий подвиг Савы Сторожевского и Сергиевского монашеской традиции, археологическое наследие Звенигородского края, исторические ландшафты, перспективы развития Звенигорода как одного из особо ценных исторических городов Центральной России, система росписей Рождественского собора. Это вот то, о чем говорил Дмитрий Александрович сейчас. Есть ли на свете место краше нашего Дунина, подмосковный литературный заповедник. Ну и, конечно же, работы наших ребят, которые мы выбрали сейчас по... Идет конкурс определенный по системе образования нашего Одинцовского городского округа о краеведении. Мы эти работы тоже заслушаем, потому что ребята такой проявили научный подход и сами эти проекты подготовили. Поэтому я думаю, это будет не только площадка для того, чтобы рассказать о том, какие работы ведутся в целом по Одинцовскому городскому округу, но и еще раз в просветительском плане рассказать... Насколько привлекательно это. Напомнить нашим жителям, что какая у нас уникальная территория, на которой мы проживаем. Это и литературные заповедники, это и уникальные люди, которые проживали на территории. У нас есть что посмотреть, есть что рассказать. Поэтому, в общем, и формат был изменен, возвращаясь вот к началу нашего разговора. Именно формат был... Мы его развернули, расширили, и считаем, что это правильно, потому что в будущем перспективе считаем, что эти савинские чтения должны быть как раз итогом работы за год, чтобы рассказать, показать, что нового появилось, какие новые туристические маршруты, какие интересные исследования, чтобы наши жители знали об этом. И, в общем-то, сейчас вот востребованы очень всевозможные оздоровительные тропы, которые, значит, и вот Звенигородский, хотелось бы благодарности особо нашим общественникам и Лазуткину Александру Викторовичу о том, что, значит, был организован вот Звенигородский рубеж, это мемориальное пространство московской битвы 1941 года, в каком 75-летии. Это было мероприятие, даже не мероприятие, а исследование целое было проведено, и организованы вот эти туристические маршруты. Я думаю, что мы будем поддерживать это направление. И в этом году, когда, тем более, сейчас пандемия отступает, мы как раз наоборот будем стараться, чтобы и школьники, и жители как можно больше посмотрели, как можно больше могли увидеть и, в общем-то, прогуляться по нашей территории. Но все-таки все это, в первую очередь, проводится для жителей, не только, ведь для научной среды. И гостей, поэтому мы ждем-то еще и гостей на своей площадке. Валентина Викторовна, впервые ли в Савинских чтениях принимают участие школьники? Первый раз. То есть первый раз? Да. Но вы как считаете, все-таки станет ли это традицией? Экспериментальная площадка. Потому что дети, ведь они такие генераторы просто идей, проектов, может быть, они предложат свои. Вы знаете, инициатива наша принадлежала мне, потому что я, в общем-то, здесь выступила как педагог, в первую очередь. И считаю, что любая научная работа, которая ведется либо на площадке высшей школы, либо на площадке научного музея, вот как у нас, она для кого? Она в первую очередь для наших молодежи. Это в первую очередь. А молодежь – это наши старшеклассники, которые, в общем-то, ребята у нас все неплохие. Это ребята, которые, в общем-то, интересуются историей края, вообще интересуются археологией, интересуются в целом общество знанием. Поэтому, мне кажется, такое нужно поддерживать, как можно больше заинтересовывать в этом плане. И поэтому мы посмотрим, как у нас это будет на этой площадке сейчас реализовано. А в перспективе вполне возможно, что мы будем проводить, конкурс будет на будущее по савинским чтениям, так же, как и по рождественским чтениям. Будет заранее объявлено, чтобы ребята могли отдельно, еще дополнительно готовиться к этим савинским чтениям. А потом уже наши научные умы, вот во главе с Дмитрием Александровичем, уже оценят их работы, посмотрят. И, естественно, с своей стороны, они всячески, наш музей и Дмитрий Александрович заинтересованы в том, чтобы помогать нашей молодежи, помогать нашим ребятам, и поисковым отрядам, которые у нас существуют. Поэтому я думаю, что это, в общем-то, правильное направление. Объединить надо все наши усилия. 26 февраля на территории Савино-Сарожевского монастыря пройдут 15-е юбилейные савиновские чтения. Будем ждать с нетерпением начало мероприятия. Следить, к сожалению, онлайн, но, тем не менее, включаться в научную работу. Спасибо вам. Спасибо вам огромное. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания.